Ребята, это конечно... А, он не отсюда выглянулся. Я ванны навожу на тот твикс, думал, вскоре эффекта будет падать. Это необходимые условия для того, чтобы благополучно дойти от метро до дома. О, стемнело. Мне во тьме привычнее. Ладно, наступило лето. Как я уже говорил, работаем с данностью. Чуть-чуть меньше беспочвенных мечтаний. Работаем с данностью. У нас лето. И что я могу сказать? При всей громадной силе своей великой личности я этого факта изменить не могу. Потому что сейчас лето. Ну, в общем, смотри, как это всегда и бывает. Во-первых, не так страшен черт, как его молюют. Ну и потом ты как бы сказать, вот первый день лето, второй. Так пойдет потихоньку и пройдет. Осень я себя чувствую заметно. Более безопасно все же про это говорю. Про что еще сказать? Поскольку у меня и так уже болит горло, поэтому я думаю, что сейчас я закажу себе макароны. Какие-нибудь по-флотски, может быть. А может быть, даже перловочку. Перловочку я очень рекомендую. Знаешь, что я тебе еще рекомендую? Я тебе рекомендую дробленую полбу. Можно и не дробленую, но у меня сейчас готовят дробленую. В общем, судя по всему, особых ухищрений не надо. Очень благородный вкус. Кстати, полба это считается такая прапшеница какая-то, в общем. Типа того. И стоит она, в принципе, не так дешево, но стоит того. И перловка. Это чудесная каша. А что касается риса, то смотри, чтобы рис был гарантированно вкусный, это должен быть рис басмати. Он, по-моему, в два раза дороже, чем обычный рис, но тоже стоит того. Вообще, напиши, как ты относишься к рису. Я вот, я люблю исключительно круглый рис, либо рис басмати. Но длинный рис, мне кажется, абсолютно ужасен. Напиши, что ты думаешь по этому поводу. Ладно, сейчас надо дойду уже. Сегодня был продуктивный день в плане канала. Но, хотя, конечно, мне тоже не тебе только, но и мне приходит мысль о том, что должна быть какая-то польза, цель и так далее. Что не просто наполнение мусора. Но тут тоже такой тонкий момент довольно-таки, понимаешь. Потому что, что есть мусор. Не мусор, это только кино. И то не всякое. Допустим, ходили мы тут на одно современное российское кино. Так это же чистой воды. Не то, чтобы это просто-напросто уничтожение зрителя. Если не сказать пошире. Просто преступление. Чистой воды, целенаправленное преступление. Такое снимать и показывать. Это омерзительное, абсолютно бездарное что-то. Если бы просто омерзительное, бездарное. Но это еще, мне кажется, целенаправленно вредное. Вот такое целенаправленно уничтожить. Всяческие, как говорится, ростки чего-то хорошего. Вот это, я понимаю, мусор. А YouTube что? Во-первых, не хочешь, не смотри. Во-вторых, это должен быть лайфстайл. Вот и все. Потом все у меня не выходит из головы. Вот это, что кто-то из писателей написал. Ну, что сейчас любая записка, как говорится, любой прачки, да, из Франции 19 века является настоянием. Понимаешь? В том смысле, что по информации о веке и так далее. Поэтому все, что мы снимаем, по идее, все потом будет иметь ценность. Вот пройдет, там, лет 50. Будет иметь ценность. Это ведь никуда не денется, все будет на серверах. Ладно. Может, даже сейчас кусну. Как они говорят? Я твоя хоккайда, ты мою кусю, за твою сикоку я тебя кусю. А, ты моя хонсю, за твою сикоку я тебя кусю.